МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об итогах работы прокуратуры Севастополя телеканал НТС рассказывает в программе «Прокурорский надзор». За прошедшую неделю с 6 по 10 марта сотрудники ведомства провели 35 проверок. По итогам одной прокурорской проверки материалы направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. За прошедшую неделю прокуроры приняли участие в 248 судебных заседаниях по уголовным, гражданским и административным делам. Для разрешения в надзорное ведомство поступило 434 обращения граждан и юридических лиц. Прокуратура Ленинского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней крымчанки. Она обвиняется в совершении нескольких преступлений, мошенничества, организованной группой, и незаконной покупкой хранения без цели сбыта наркотиков. По версии следствия, женщина под видом работы торговых представителей похитила средства пожилых граждан. В состав группы она привлекла своего сожителя и двух знакомых женщин. В период с июня 2019 года по февраль 2020 года злоумышленники подыскивали пожилых людей, которым сообщали, что те стали участниками крупного розыгрыша. Но для получения награды необходимо подтвердить платежеспособность путем предъявления наличных денежных средств. Введенные в заблуждение потерпевшие передавали все имеющиеся денежные средства. Злоумышленники складывали их в конверт, заклеивали скотчем и подписывали якобы с целью в предоставление в банковское учреждение или в магазин для получения награды. При этом участники группы подменяли конверт, возвращая потерпевшим вместо денег фрагменты бумаги. Таким образом, мошенники похитили более 1 миллиона 200 тысяч рублей у четырех пожилых севастопольцев. Более того, дому подозреваемые нашли марихуану, которую она хранила для личного употребления. В декабре 2020 года Ленинский районный суд города Севастополя рассмотрел уголовное дело по обвинению троих соучастников. В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности им назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 1 года 4 месяцев до 4 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ущерб потерпевшим частично возмещен в ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения дела, а в оставшейся части взыскан с осужденных по приговору суда. Организатор группы скрывалась от органов следствия, но в декабре прошлого года полицейские установили ее местонахождение и задержали. В настоящее время она находится под стражей. Сотрудники надзорного ведомства провели совещание по вопросам профилактики безнадзорности несовершеннолетних, их уходов из дома, нахождение детей в общественных местах ночью без присмотра. На встрече присутствовали уполномоченные по правам ребенка в нашем городе Марина Песчанская, заместитель начальника УМВД России по Севастополю Руслан Камаледдинов, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Михаил Федоровский, представители Департамента образования и науки, Центра социальной помощи семье и детям, а также Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом». За прошедший год количество самовольных уходов подростков из дома увеличилось в полтора раза по сравнению с 2021. Выявлены основные причины ухода в подростков. Среди них конфликты с родителями, предоставленность детей самим себе, ненадлежащее воспитание, влияние друзей, стремление к самостоятельной жизни, индивидуальные особенности личности и вредные привычки. В ходе совещания выработаны совместные дополнительные меры в деятельности органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних с целью оздоровления сложившейся в семьях ситуации, а также по охране порядка в общественных местах в ночное время. Пресс-служба прокуратуры Севастополя подготовила подробный сюжет о совместном с правительством города совещании о сложностях с утилизацией строительных отходов. Прокурор города Севастополя Максим Жук и губернатор города Севастополя Михаил Развожаев провели межведомственное совещание по вопросам исполнения законодательства в сфере оборота строительных отходов. Совещание состояло из двух частей, первая из которых проведена в выездном формате. Прокурор города и губернатор Севастополя посетили строительную площадку крытого катка с искусственным льдом в районе пересечения улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе, возведение которого производит общество с ограниченной ответственностью «Асгард». Установлено, что подрядчик по данному объекту не получил разрешение на перемещение строительных отходов, несмотря на наличие у него такой обязанности по условиям государственного контракта. В результате этого при производстве работ по выемке грунта допущено его несанкционированное складирование на земельном участке вдоль автодороги по улице Генерала Мельника. Также Максим Жук и Михаил Развожаев осмотрели земельный участок по улице Генерала Мельника 80, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, на котором собственник незаконно возвел четырехэтажный многоквартирный жёлтый дом. В 2023 году на основании судебного решения по иску правительства Севастополя дом был снесен. В настоящее время участок освобождён от строительных отходов. Правительством города приняты меры по их утилизации в установленном законном порядке. Завершающей точкой выездной части совещания стала строительная площадка по проспекту Генерала Острякова 162А, где начато возведение торгового центра. При этом на данный момент законных оснований для осуществления строительной деятельности не имеется. Разрешительные документы на утилизацию строительных отходов застройщикам не получены. Вторая часть совещания проведена в прокуратуре города Севастополя. Прокурор города и губернатор Севастополя обратились к участникам совещания с вступительным словом, подчеркнув важность рассматриваемого вопроса. Максим Жук отметил, что с учётом активного строительства на территории Севастополя вопрос утилизации строительных отходов в городе приобретает всё большую актуальность. Если в 2021 году было выдано 219 таких разрешений на перемещение отходов, то в 2022 году на фоне активизации работ, на фоне строительства большего количества объектов выдано было 189 таких разрешений. Да, в текущем году, с начала года, эта работа активизирована, уже выдано более 115 таких разрешений. Вместе с тем, Севприроднадзором выявлено 100, более 100 местных санкционированных свалок прокурорами, более 90, это я сейчас и говорю о 2022 году. Остаются неликвидированными, выявлены в прошлом году более 50 мест несанкционированного складирования. В текущем году уже более 30 таких новых локаций выявлено. Первый заместитель прокурора города Дмитрий Телин, выступая с основным докладом, отметил, что в 2022 году прокурорами в обозначенной сфере выявлено более 370 нарушений природоохранного законодательства. По результатам прокурорского вмешательства удалось ликвидировать свыше 80 свалок. В сентябре-октябре 2022 года прокуратура провела плановую проверку исполнения законодательства в сфере оборота строительных отходов. По ее результатам выявлены многочисленные нарушения, а также недостатки в части взаимодействия структурных подразделений правительства Севастополя. По итогам проверки приняты меры прокурорского реагирования, выработаны совместные с органами власти и правоохранительными органами решения, направленные на предотвращение новых нарушений и ликвидацию негативных последствий. Вместе с тем отдельные вопросы требуют принятия дополнительных мер. Департаментом городского хозяйства за последние два года выдано более 500 разрешений на перемещение отходов. Однако до настоящего времени не удалось искоренить случаи перемещения строительных отходов без получения разрешительных документов. В частности, перед настоящим совещанием мы провели сверху и установили, что из 54 объектов, которые курируются Департаментом капитального строительства, разрешение на перемещение отходов строительства получено только по 19 объектам. По Департаменту транспорта ситуация такая. 65 объектов разрешения получены по 33 объектам. Соответственно, на сегодняшний день мы получаем, что по 67 объектам разрешение на перемещение строительных отходов в установленном порядке не получалось. Соответственно, ни о каком контроле за перемещениями мы не можем вести речи. И, соответственно, информации о конечном месте эксплуатирования отсутствует. Со своими докладами, информацией и пояснениями в ходе совещания выступили исполняющие обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов, заместитель руководителя Южного межрегионального управления Росприроднадзора Константин Сомик, исполняющие обязанности директора Департамента капитального строительства города Севастополя Михаил Ивантьев, директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова, военный прокурор Черноморского флота Алексей Найда и иные лица. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев определил пути разрешения проблемных вопросов в рассматриваемой сфере и дал ряд поручений руководителям структурных подразделений правительства города. Важно, чтобы здесь был абсолютный порядок. У нас от строительных объектов, соответственно, которые строятся за государственные деньги, мусор перемещался только в лицензированной точке утилизации. Здесь в кратчайшие сроки надо навести порядок с нашими подрядчиками. Ну а дальше вся большая система, потому что, конечно, кроме гособъектов есть и все остальные, и гораздо будет сложнее это сделать. Но, тем не менее, если будет общая схема выработана, то точно это можно будет довести до ума. Прокурор города отметил необходимость активизации работы органов ГИБДД по выявлению грузового транспорта, перевозящего строительные отходы без сопровождающих документов, а также принятие всего комплекса мер к водителям, нарушающим порядок транспортировки и выгрузке отходов вплоть до помещения транспортных средств на специализированные стоянки. Уполномоченные органы должны усилить работу, направленную на установление личности правонарушителей, допустивших несанкционированное складирование отходов, расчет причиненного почвам ущерба и его взыскания с виновных лиц. У всех, кто задействован в этом процессе, особенно недобросовестных участников этого процесса, должно в кратчайшее время сформироваться твердое убеждение о неотвратимости наказания, законного, обоснованного, справедливого наказания. По итогам совещания принято решение, в котором определены совместные меры по укреплению состояния законности в сфере оборота строительных отходов в Севастополе.